Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа Зона Правды. Напомню, мы работаем в прямом эфире, как всегда, во вторник, 19.00, мы собираемся на этой студии для того, чтобы обсудить наиболее актуальные, наиболее слободенные вопросы, интересующие, в общем, население. Значит, сегодня мы поговорим о деятельности Управления социальной защиты населения города Хасавюрт за 2016 год. В этом, конечно, помогут мне специалисты. Начальник отдела по вопросам, исполняющий обязанности начальника Управления социальной защиты населения Магомед Гамдатович Абдуразаков, начальник отдела по вопросам пособий с семьям с детьми Гущина Ольга Владимировна, и специалист отдела жилищно-коммунального управления Рамазанова отделя Абдурахманова. Ну, если я ошибся, значит, поправите меня. Я благодарю вас, в первую очередь, за то, что нашли время. Ну, разговор тоже, представьте, интересный разговор на слуху, как говорится. Есть работа, а в работе всегда есть какие-то нюансы. Вот о них и, как говорится, поговорим. Магомед Гамдатович, вот первый вопрос к вам. Как для Управления социальной защиты населения прошел 2016 год? Что планировалось в течение этого года? Что удалось сделать? И что, как говорится, пришлось на этот год отложить? Хочу поприветствовать наших зрителей. Что сказать? 2016 год был очень такой кризисный, можно сказать, потому что в плане финансирования... У нас специфика работы такая, что мы не можем как-то что-то планировать, потому что у нас... Вся наша работа зависит от обращения граждан. Вот сколько обратились, столько и назначаем эти выплаты. От этого зависит количество... Зависит, конечно, и рождаемость детей, и назначение... при назначении выплат. Также установление статуса льготников, когда они обращаются к нам за выплатами по оплате коммунальных услуг. И другие вопросы, которые у нас возникают. Что мы можем сказать? Потому что 2016 год был тяжелый, потому что все выплаты, которые поступали из регионального бюджета, в данном случае Республики Дагестан, они испытывали, конечно, кризис и не могли вовремя обеспечить финансирование. Вот эта проблема у нас была. И население мы встречались, обращались. Вот к нам приходят граждане и представители джамата из мечети, и общественные деятели, кто занимается этим вопросами, обращались. Мы им разъясняли всю эту ситуацию. Ну, надеюсь, конечно, 2016 год будет более такой приятный для наших граждан в плане финансирования, обеспечения в свое время этих выплат. Нужно сказать, эти наши льготники, они самые добросовестные плательщики коммунальных услуг. А получается, такая несправедливость, что они в последнюю очередь к ним государство обращается и возмещает эти расходы. Да, работа делается. То, что от нас зависит, мы, конечно, своевременно принимаем документы, есть установлены регламентом сроки, когда мы назначаем эти выплаты, есть заявки, которые мы предоставляем Министерству труда и социального развития. Все зависит от того, насколько своевременно поступят эти финансирования, средства для выплаты этих средств. А как, какая обстановка на сегодняшний, ну, если в цифрах брать, какое население, какую категорию людей обслуживает, какое общее количество, я имею в виду, людей? Ну, если пройти по всем отделам, по работе, вкратце, да, у нас все выплаты, которые через нас идут, это ежемесячные, ну, в данном случае, пособия граждан, имеющие детей, это ежемесячные выплаты, которые мы называем, вот это 112 рублей, которые получают. Также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет, неработающим гражданам, единовременные пособия при рождении ребенка, которые назначаются, вот народы называются подарочными, вот эти пособия. Потом у нас идет по другим отделам, если пройтись, это отдел по оплате жилого помещения коммунальных услуг, все категории граждан, которые законно предусмотрены, льготы по оплате коммунальных услуг, до 2009 года, эти льготы были монетизированы, и в виде ежемесячных выплат они получают эти средства. Так, по оплате, газ, свет, вода, канализация и так далее, все коммунальные услуги. Также у нас в отделе семьи, например, идет прием документов, устанавливаем статус многодетных семей, это три и более детей несовершеннолетних. Ну вот, да, если немножко остановится, вот статус многодетных детей, многодетной семьи, это сколько детей, значит, вы говорите? Три и более, это уже многодетная семья. Три и более несовершеннолетних детей, они получают статус, да, выдаем установленный образ, расправку. То же самое коммунальные выплаты, то же самое летний оздоровительный отдых для детей, для этой семьи малоимущей и другие. А есть какой-то критерий, по которому семья считается малоимущей? Как вы определяете семью, вот она малоимущая или она в досадке живет? Да, есть закон о государственной помощи и закон Республики Дагестан о прожиточном минимуме в Республике Дагестан. Вот согласно этому, если, то есть суммируется доход семьи, там это может быть заработная плата, это может быть пенсия, пособия, виды выплат, какие они получают, суммируются и делятся на число членов семьи. Семья это значит отец, мать и дети. Вот количество чем, если на каждого не выходит 9056 рублей на сегодняшний день по Республике, эта семья считается малоимущей. Таких у нас очень много. Потому что нет работы. Таких у нас, по-моему, каждый второй. Да, да, у нас это проблемы. Да, ну вот какие, вообще имеется в виду, сколько отделов всего, значит, управления защитным населением и какой отдел вы считали бы, ну, наиболее, наверное, непроблемным, если не сказать, то наиболее объемным по работе? Ну, отделов у нас семь, из них пять отделов, которые непосредственно с населением имеют контакт, ну, я не посчитал отдел кадров и бухгалтерию, которые непосредственно внутреннюю работу делают. А остальное, вот эти отделы по оплате жилищно-коммунальных услуг, отдел по назначению выплат пособий, отдел семьи у нас, отдел социально-бытового обслуживания и отдел по делам ветеранов. Вот они, кажется, выполняют свою функцию. Ну, самое, можно было сказать, отдел, который более загружен, они сегодня, вот представители здесь сидят, они, вот, как раз, больше всего у нас вопросов возникало по жилищно-коммунальным выплатам, пособиям. Конечно, сейчас и МФЦ мы сотрудничаем, они тоже объем работы выполняют, где-то 50% документов населению через МФЦ нам поступает. То есть, есть такие удобства для граждан, для того, чтобы не достающие справки, они могут, МФЦ может, своими запросами и достать эти справки, и укомплектовать документы, которые нам через курьера они отправляют. Вот, часто задают вопрос, на самом деле, вот, чем обуславливается и вообще, вот этот вот перечень документов, которые нужно получить на ежемесячные пособия за ребенком? Имеется в виду, я имею в виду вот эти 112 рублей, вот, чем у вас есть такой, там, действительно, довольно внушительный список. Да, именно вот на ежемесячные пособия больше всего есть список, потому что ежемесячные пособия назначаются маломельшим семьям, доход, не превращающий прожития, чем минимум, если семья. Другие там уже меньше. Вот, перечень устанавливается, конечно, в первую очередь, там федеральный закон, не знаю, государственное социальное пособие, но там пособия граждан, имеющих детей. И есть регламент, утвержденный в Министерстве труда и социального развития, где расписан полный перечень документов, которые необходимы для того, чтобы назначить эти пособия. Есть установленный перечень, потому что мы от себя там ничего добавить не можем. Ну, то есть, это как бы не установка города, да? Не-не-не, это, и из общего перечня бывает такая ситуация, там, скажем, мы индивидуально тоже, мы подбираем из этого перечня, что ему подходит. Например, там, если человек работает, там, работал, имел трудовую книжку, там, уволился, ему нужно представить трудовую книжку. А если он вообще никогда не работал, тогда уже акт квартальный. Мы этим помогаем, ставим отметки в списках, что именно ему нужно предоставить из всего списка. Вот вы упомянули работу с многофункциональным центром. Насколько для вас, как бы, да, вот это вот взаимодействие, оно как сказалось на работе управления? Там много плюсов есть, конечно, потому что там, на самом многофункциональном центре, там удовольствие создано для того, чтобы принимать граждан. Есть операторы, которые помогают им заполнять заявления. У нас нет таких возможностей, чтобы в кабинете там, вот, и очереди наблюдались раньше. А сейчас они обращают, у них обслуживающий персонал большой, принимают, помогают им оформить документы. Все недостающие справки, они запросами представляют им электронные варианты, они могут там помочь им достать справки. Просто они первичные, самый минимальный список документов, они им дают, там паспорт, там справка о рождении, следствие о рождении и так далее. Остальные документы, они уже, многофункциональный центр, им помогает собрать все документы и с курьером, с сопроводительным письмом они нам отправляют. А мы, в свою очередь, уже назначаем и даем уведомление о назначении, подтверждение, чтобы выплата назначена. Вот в этом плане удобно, конечно. Вот недавно, значит, ну где-то неделя, наверное, прошла с этих пор, вот было собрание квартальных комитетов. Да, да, мы тоже участвовали, да. Вы тоже там присутствовали, вот. Ну, это такая благоприятная, в принципе, работа по взаимодействию, вот. Как-то изменила эту ситуацию, я имею в виду, допустим, в частности, вот по справкам, которые необходимы вашей службе, да, вот имеется в виду. И второй, наверное, вопрос будет такой, проводятся ли у вас вот такие встречи именно с представителями многофункционального центра, чтобы как-то взаимодействие, более, значит, притереться, что ли? Да, да. Вот на счет той встречи, вы тоже там видели, инициатором, по-моему, был многофункциональный центр, да? Да, это был. Да, и мы принимали участие и в СМИ, 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 и в СМИ. Это помогло, потому что те формы справок, которые у них были, шаблонные, распечатанные типографии, они уже были устаревшие, потому что это где-то лет 20 назад они формы придумали, после этого изменилось порядок назначения разных вопросов. Это не только же управление соцзащитой и пенсионные фонды, там и разные. Да, но там несколько служб затрагивалось. После этого были изменены эти формы, сделаны они поудобнее, чтобы помещалась полностью фамилия, отчество, там все данные. Мы это совместно разработали, они уже с нами, со всеми службами, куда эти справки идут, согласовали это все и дали на типографию, на размножение документов. То есть, я почему вообще как бы спрашиваю, да, это как-то положительно отразилось, если в первую очередь, наверное, для горожан, чтобы они не ходили по 2-3 раза, допустим, в одну и ту же инстанцию, для того, чтобы получить, по сути, одну и ту же справку. Да, мы с многофункциональным центром тоже вот такую работу проводили, первоначально, когда только работа начиналась, мы там осужали все нюансы, все моменты, потому что они же тоже новые люди там. И вот у нас очень налажено, если какие-то последовательные такие моменты есть, которые недопонимали, мы собираемся или у них, или у нас проводим совещание, как бы инструктаж проводим и все мы решаем. Также вот мы видели вот встречи с квартальными тоже очень, там есть у нас очень такие примерные квартальные, которые очень добросовестно эту работу делают, знают, интересуются и к нам они обращаются часто. И вот эта встреча помогла и остальным, вот выяснить вот некоторые моменты, которые они сидели дома, могли и не знать это, потому что там есть и люди в возрасте, интернетом не могут пользоваться, там позвонить не могут. А тут вот такие встречи помогают, конечно. Это, безусловно, нужная работа, наверное, вот я, наверное, вот, смотрю, наши уже гости заскучали, вот, поэтому хотел бы обратиться к специалисту отдела по жилищным, вот этим, по льготам, да, одним словом, вот. У вас, я думаю, одна из таких горячих работ, вот, как проходит работа в вашем отделе и какая у вас ситуация на сегодняшний день, ну, если в цифрах выражаться, да, вот, сколько обслуживать население, какие льготы предусмотрены, вот. Здесь чуть поподробнее смогут. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ну, у нас отделе ЖКО, категории реабилитированные, многодетные, ветераны труда, 35-е постановление и федеральные, то есть инвалиды. Ну, их где-то около 6 тысяч, ну, 5 тысяч, до 6 тысяч, в общем, и, ну, очень много сейчас приходит, здесь переоформление документов у нас, вот, инвалиды мы сейчас переоформляем, полностью требуем от них паспорта ихней и квитанции за оплату 16-го года. А почему, обусловно, переоформление? Ну, в связи с оплатой, проверкой оплаты, плачевать или нет полностью федеральную категорию, ихнюю вот квитанцию требуем, все квитанции копии обязательно должны быть с января по декабрь. Ну, вы имеете в виду, чтобы на получение льгот оплату коммунального хозяйства? Да, да, да. У меня сейчас добавило бы, да? Там постановление правительства было установлено, что мы вот ранее, как вот человек обращается, получатель, льготник обращается к нам, мы предыдущий месяц, вот на день обращения, предыдущий месяц требовали квитанции. Сейчас, согласно новому постановлению, изменился порядок. Вот сейчас мы назначаем ему как бы авансом, в конце года он должен предоставить нам все квитанции. Это постановление отражено и там указано, что именно так и должно быть. То есть, сейчас они, по сути, те, которые получают монетизированные льготы, они сейчас отчитываются за 2016 год, получается? Да, да. И есть такой неприятный момент, если они в течение года не производили эту оплату, и получается у них авансом мы оплатили им все это, согласно нормативу, и у них может быть дальнейшее уже удержание этих оплат, процентного соглашения, не всю оплату, конечно, там есть установленный порядок, как удерживать. Поэтому это как-то вот связано тоже с пополнением бюджета, наверное, так. Ну, это законодательный закрепленный момент, который мы собрали. Но имеется в виду, вот как вообще относится само население вот к этому всему, вот как они реагируют вообще на это с пониманием или как? Если, например, эти, но это коснулось федеральных льготников, поэтому как-то спокойно отнеслись. Если, конечно, региональным льготникам мы такую процедуру провели бы, они и так эти деньги не получали, тогда было бы, конечно, возмущение. Но федеральные категории, они вот в свое время это вот выплаты получают, это все инвалиды. Я немного далек от вашего. Федеральные категории, это все инвалиды. Все инвалиды всех категорий, в том числе и семья, имеющая ребенка и инвалида. Финансируются напрямую с федеральным бюджетом? Федеральный бюджет. Там же и участники инвалидов войны, вдовы участников войны, ветераны боев действий, чернобыльцы, вот эти категории федеральные. Эти средства поступают в федеральный бюджет, поэтому у нас с ними проблем нет. И поэтому эта процедура тоже идет нормально, мы там уже где-то 70% документов, они уже население уже представили. Мы с 1 января приостановили им выплату, не прекратили, приостановили, пока они принесут эти квитанции за 16 год. И дальше в том моменте, дальше будем выплачивать. Вы имеете в виду тех, кто, допустим, не предоставили или вообще всем? Нет, кто не предоставил квитанции, мы приостанавливаем, дальше уже по мере поступления. До документов, как мы дальше продолжаем платить, да. Такой момент есть. Вот здесь у нас спрашивают, хотел узнать насчет материнских льгот, с чем связано? Не выплата, что ли? Да, материнских льгот. Ну, наверное, имеют в виду многодетные семьи, а вот у них тоже у нас действительно проблема была. Это региональные, да? Это региональные. Вот многодетные, жертвы политической репрессии, ветераны труда, получатели коммунального усу, вот эти три категории региональные, наши местные бюджеты, республиканского. Вот у них была выплата только за январь 16-го года. Вот сейчас мы получили февраль и частично март месяц мы можем сейчас погасить. Ну, вот у них действительно есть проблема, потому что нет средств бюджетного. Ну, по мере поступления имеется даже ваше управление. Да, 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 конечно. Мы все временно выплачиваем, кто через кредитные учреждения, банк, кто через почту, по их желанию. Вот я хотел, значит, спросить у Аделя Абдрахмана, вот наиболее часто, каким являются вот проблемные вопросы вот во взаимоотношениях с теми, кто обращается, да? Может, вот пока, как говорится, прямой эфир идет, вот воспользовавшись этим, вот. На какие вещи, ну, чаще всего, вот вы сталкиваетесь, да, в процессе своей работы. Вот человек обращается, и как бы одна и та же ошибка, допустим, да, там у людей возникает. Есть ли такие моменты в работе? Да, да, есть. В основном у нас вот с составом семьи, вот если прописка в основном, в другом адресе, если прописаны, а проживают в одном адресе, вот это чуть-чуть есть у нас проблема. Но мы объясняем, конечно же, говорим, что по месту прописки уже можно оформлять льготы, если они проживают в другом адресе. Насчет адреса есть в основном, чуть-чуть. В основном, вот это вот, да, точка такая. Живут в одном адресе, но прописаны в другом адресе. Ну, это, по-моему, в принципе, множество людей. Ну, в основном, такие есть, да. Многодетные касается, вот дети не прописаны, вот это тоже обязательно нужно. То есть, когда ты, да. Прописаны были дети, поэтому. А получается, как бы, если ты за льготами, ты должен всех детей прописать полностью, да? Да, если это многодетная семья, мы, если мы хотим, как, на семью оформить эти льготы, потому что это семья, на всю эту семью, это категория нашей семьи получает. Вот, давайте мы еще, значит, перейдем, раз уже мы коснулись семьи и детей, вот, к отделу по вопросам пособий семьи и детям, Ольга Владимировна. Вот, какова у вас ситуация на сегодняшний день, и вот в цифрах, да, если можно будет, сколько составляет год, и вот на какие услуги? Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. На сегодняшний день нашим отделом обслуживается около 14 тысяч матерей на 26 с половиной тысяч детей. То есть, достаточно большой контингент. Мы выплачиваем... В среднем по два ребенка на одну мать. Ну, вы знаете, да, у нас такая республика, идет тенденция, наоборот, к многодетным семьям. У нас сейчас с одним ребенком даже реже можно встретить, чем с большим количеством. Нашим отделом производится следующее назначение. Значит, единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам. Это подарочное. Это подарочное, да. Как у нас люди в простонаводии говорят, подарочное. Ежемесячное пособие по уходу, тоже неработающим гражданам. И ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет. Это малообеспеченным семьям. Там достаточно тоже большая категория. Также есть выплаты. Они немногочислены, но они есть. Не все об этом знают. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. И ежемесячное пособие на детей военнослужащих, также проходящих военную службу по призыву. То есть, если он уже в женатом виде, ее будут продавать долг. Да, если срочный срок. Значит, у него есть ребенок. Этот ребенок получает поддержку от государства. Она достаточно существенная поддержка. На сегодняшний день она составляет 11 096 рублей. Это большая поддержка супруги военнослужащего, которые на один год остаются практически без кормильца в семье. Это ежемесячная выплата. Такая категория, конечно, она малочисленная. Но, тем не менее, она есть. Не все знают о ней. Но обращение есть у нас, получают у нас такие выплаты. Пока к другой теме не перешли, а с военкоматом есть эта работа в этом плане? Я имею в виду, что, допустим, в военкомате уведомили об этом имеется в виду. Ну, в принципе, военкомат должен проводить эту работу, но это очень часто проводит работу такой военной части. Потому что документ, на основании которого делается данное назначение, он предоставляется не с военкомата, а с военной части. А то есть уже по месту службы. По месту службы. Да, им это объясняют, им это говорят, и, в принципе, выплата производится. В случае, чтобы люди не успели сдать или не знали, этого у нас как-то не было. Еще хотелось, воспользовавшись эфиром, хотелось бы затронуть такую тему, как переоформление ежемесячного пособия на ребенка. Очень много людей приходит к нам. Это изменения внесли в закон в 2015 году. Значит, каждые три года граждане, получающие данную выплату, семьи, получающие выплату ежемесячного пособия на ребенка, должны предоставлять сведения о своих доходах. Если доход семьи выше прожиточного минимума... Теперь это будет каждые три года. Каждые три года, это в зависимости от того, когда семья сдала документы. Три года после подачи документов. Три года для каждого индивидуально. Для каждого индивидуально, да. И если у семьи доход ниже прожиточного минимума, то этой семье дальше будет продолжаться выплаты. Если выше прожиточного, данное выплату уже не предусмотрено. Граждане должны предоставлять сведения о своих доходах. Ответственность за достоверные сведения они несут. Если семья подала документы, являлась малоимущей, но затем произошли изменения, в лучшую сторону, доход увеличился, они обязаны извещать нас об этом. Вот такие вот изменения. Вот такой вопрос поступил. Мы получаем пенсию по потере кормильца. Имею ли я право получать льготы, как многодетная мать? Ну, одно с другим не связано, потому что многодетная мать, если есть трое детей до 18-летнего возраста, они имеют право получать. Мы даем установленную образцовую справку и собираются остальные документы по перечню и издают. Ну, я вроде как правильно прочитал вопрос. Вот мы получаем пенсию по потере кормильца. То есть одно другого не касается. Да, по потере кормильца таких льгот нету, они получают пенсию. А как многодетная семья, конечно, будет получать. Там от этого не зависит. Вот. Ну, здесь я... Значит, еще вопрос, наверное, справки с управлением социальной защиты в районах. Ну, районы отдельные, да, у вас? Город и районы отдельные, да. Тогда давайте району мы не будем. Здесь общий вопрос, можно сказать. Нет, это не общий вопрос. Значит, хорошо. А я прервал вас. Значит, какая вот у вас тоже, я вот вопрос задавал. Да, вот у вас тоже, наверное, много обращается к вам, да, вот обращается. Вот какие бывают наиболее такие типичные, характерные ошибки, да? Да, вот есть, допустим, тоже воспользовавшие случаи можно обратиться сразу, чтобы уже заранее устраняли, как бы, эту проблему. Ну, у нас бывают ошибки, как ни парадоксально будет звучать, именно с работающими категориями граждан. Очень часто они должны предоставлять сведения о доходах за последние три месяца предшествующей месяцу подачи. Очень часто они приносят сведения о доходах, о своей заработной плате за один месяц, за два месяца, там, или за предыдущий год вообще, там, считают, что за любые три месяца. Нет, только за три месяца предшествующей месяцу подачи. Очень часто именно вот это была проблема. Ну, вот, как уже говорилось, была проблема со справками с квартального комитета, но вот после этого даже собрания, там присутствовали все квартальные, да, присутствовали, качество справок улучшилось намного, даже в этих же старых банках, то есть, плоды свои эта встреча принесла. Вот, еще очень часто, это даже не ошибка, но опять-таки это связано с финансированием. У нас ежемесячное пособие не финансируется с октября месяца 2016 года. Очень много граждан обращаются именно по этому поводу. Они думают, что необходимо переоформлять документы, потому что они это не сделали. Да, из-за того, что выплаты не идут. Да, они думают, по этому выплату нет. К сожалению, это опять-таки отсутствие финансирования из регионального бюджета. То, что касается федеральных выплат, это единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, там выплаты идут регулярно, финансирование идет регулярно. Единственная у нас задержка была с финансированием в январе месяце, и то уже средства поступили. Как же бывает? Поступила первая часть, сейчас уже поступает вторая часть, то есть, в течение февраля месяца мы полностью закроем, задолженности не останется. Но вот ежемесячное пособие у нас... А, вы имеете в виду другие по уходу? Вы имеете в виду другие выплаты по уходу, да, и единовременное при рождении, это федеральные выплаты, там финансирование. Ну вот, как раз, да, здесь вот этот вопрос именно, и еще один вопрос, детские пособия в этом месяце будут выплачивать, или еще будет задержка? Ну, то, чтобы уже только ответили. Да, мы, к сожалению, такой информацией не обладаем. Ну, как говорится, будем надеяться. Будем надеяться, нас тоже в Министерстве труда и социального развития обнадеживают, обещают, но будем надеяться. Вот, наверное, вопрос будет к вам, вот, какие наиболее острые, значит, проблемы по отделу, по делам ветеранов, вот, есть ли там у нас какие-то там проблемные вопросы, или... Ну, в отделе ветеранов у нас таких проблем нету. Сколько всего обслуживается у людей, да? Обслуживается, да, ну, где-то около трех тысяч, где-то вот ветеранов у нас там, примерно, да, цифра. Ну, по этим выплатам тоже у нас есть задолженности по ежемесячным выплатам. Ну, там по октябрь, там частично оплачены труженикам тыла, там по ноябрь. Жертвам политической репрессии тоже по июль месяц выплатили. Это не коммунальные, это отдельные ежемесячные денежные выплаты, которые получают они за момент, когда в 2006 году еще монетизация была, в 2005 федеральном сделали монетизацию, а региональным годом в 2006 году были. То есть, те же самые лекарственные обеспечения, проезд, там вот эти льготы, когда заменили, вот эти выплаты есть. Там тоже есть вот эта задержка с выплатами. Ну, в основном, в отделе ветеранов, например, у нас кроме этого еще, кроме назначения ежемесячных денежных выплат, ветеран труда и труженикам тыла, там еще, например, устанавливали статус ветерана труда. Человек долгое время работал, женщина 20 лет, мужчина 25 лет и имеет правительственные награды. В этом случае он может подать документы. Мы отправляем документы в Министерство труда и социальное развитие, там приказом министра присваивается звание ветерана труда. И выдается удостоверение установленного образца. После этого он обращается за уже остальным льготами. Для женщин 20 лет, да? 20 лет, мужчина 25 лет. Это непрерывно, суммированный. Общий стаж, но у них должен быть правительственный наград. То есть, федеральный уровень. Есть тогда еще Советский Союз, там СССР, СССР, Министерством ведомства, которые... Не регионального, а федерального уровня. Если наш работник социальной защиты, он должен был награжден Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Российской Федерации. Еще недостаточно, чтобы присвоить звание ветеран туда. Вот такие моменты есть там. Такая целая поэтапная схема. В отделе ветерана у нас еще, кроме этого, есть на учете стоят и ветераны боевых действий, те же сами афганцы и другие. Также в отделе ветеранов улучшения в жилищном условии вопросы решаются. Распоряжение главы ставится на учет для улучшения в жилищном условии. После этого документы, учетные дела направляются в Министерство труда и социальное развитие. Им выдается свидетельство, сертификат для улучшения в жилищном условии. Средства перечисляются продавцу жилья, но не самому льготнику. Они заключают договор купли-продажи этого жилья и деньги перечисляются продавцу. То есть для того, чтобы было целевое использование средств. Это у нас участниками инвалидов войны и вдовом участников войны. Там ограничений нет и чернобыльцам нет ограничений для обращений. Если они не получали, не улучшали в жилищном условии, они могут и сегодня обратиться. А остальным категориям, например, ветеран боевых действий, инвалидам, которые ставшие на учет до 2005 года, у них ограничения есть. До 1 января 2005 года, если они стояли на учете для улучшения жилищного условия в администрации города, в данном случае в отделе по учету жилья, тогда этот список уже, он уже в 2006 году формированный список есть в министерстве. По мере очередности, по мере даты их постановки на учет и выдаются сертификаты. В последнее время что-то очень слабое, эта работа идет. Там год, например, от 11 до 25 сертификата может быть, ученись неужели. Ну, по мере финансирования, короче. Ну, это, ну, обращение есть, в общем, да. Нет, сейчас уже они обращаются, потому что эти люди, которые до 2005 года стояли в очередь, список уже есть, утвержденные, по мере поступления средств им выделяются сертификаты. А участники войны уже у нас обеспечены, до участников войны. Вот, значит, был такой вопрос в отдел по льготам, да, по жилищно-коммунальных услуг. Вот, на какие услуги выдаются льготы? Сейчас, допустим, произошли некоторые изменения, вот, в... Насколько я сейчас, чтобы правильно это все сказать, значит, об общинозе общедомовые, на общедомовые нужды переведены сейчас вот все вот эти выплаты. Вот, какая ситуация у нас сейчас вот по вашему управлению? Какие услуги? Да, да. На какие услуги именно распространяются эти льготы? Да, там, свет, газ, вода, либо, допустим, капремонт, который тоже теперь входит в обязательную. Ну, у нас обязательно идет газ, свет, вода, канализация, мусор, вывоз, там, бытовых отходов и содержание, ремонт шиля. Это инвалидам только. Федеральная категория, кто получает, то им положено содержание. Содержание. Вот, последнее. Именно последнее, да, да, да. Не все вместе. Да. И капремонт у нас положено только участникам боевых действий. Угу. Капремонт, да. Участники. Именно вот капремонт и содержание. А отличаются ли вот формы справок, вот те, кто, допустим, будут собирать обычную категорию граждан, да, и вот категорию граждан, на которых распознается обслуживание общедомового... Нет, нет, общие там, какие-то коммунальные услуги, мы написали квитанции. Общие мы сами объясняем, когда приходят к нам, все объясняем, что именно им нужно принести. И они приносят уже полностью. Вот вопрос, наверное, будет к вам, как к специалистам, ну, не знаю, может быть, он с таким подтекстом, но все же, допустим, если я собираюсь оформить пакет документов, куда мне лучше обратиться, напрямую к вам, либо все-таки в МФЦ? Ну, удобнее, конечно, МФЦ, но если вы молодой человек, вы можете сами тоже свои документы собрать. Ну, есть моменты, которые они могут с запросом электронного варианта тоже затребовать от разных организаций справки, там налоговый, например. А если вы на машине, если вы не хотите ждать там определенного установления регламента, время, там сколько-то дней, вы можете сами по дороге съездить, взять эту справку, и там ничего такого тоже нет. Ну, есть люди, которые по состоянию, там, семейное положение не могут, там, ребенок маленький и так далее, им, конечно, удобно первоначальный документ издать МФЦ, дальше они соберут документы, там, тот же день они, конечно, это не сделают, но там тоже есть установленные сроки у них. Ну, они предоставят нам документы, и мы дадим извещение. У них будет на руках документ, чтобы подтверждать, что сдали документы. Вот сейчас, вот в 2017 году, в ближайшее время, значит, главой города, значит, есть такое указание, проводить выездные, выездные, обратные совещания. Да, но это делается для того, чтобы, наверное, быть ближе к населению, и уже там непосредственно с их уст слышать от них их чаяния, жалобы, вот в этом плане. Планируется ли у вас, вот, допустим, какая-то подобная работа, или либо она делается, вот эта вот работа в составе каких-нибудь, допустим, межведомственных групп? Которые была у нас, проводилась такая работа на базе комплексного центра, была создана мобильная бригада, в которой уходили и в правление соцзащиты, и пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. Мы даже туда приглашали коммунальные, руководители коммунальных служб или специалистов у них. И вот так выезжали в микрорайоны, обычно эти встречи проводились в школах. В прошлом году не было этих мероприятий, которые не проводились, а так раньше практиковалось это. Ну, что, особенность такая, что мы каждый раз, когда выезжаем, у нас, по нашим вопросам, которые там присутствуют, специалисты, там вопросы очень редко задавались, потому что основном у них были проблемы с дорогами, свет, вода, газ и так далее. Ну, так как коммунального направления. Да, именно вопрос к тем службам, которые там не входили, эти бригады наши. Ну, конечно, эти вопросы наши тоже решали, и пенсионные вопросы решали мы там на месте. Если даже вопрос есть, который непосредственно там невозможно решить, мы брали у них данные, выясняли там на работе, как обстоит дело, и потом звонили им на телефон. Вот, ну, в принципе, в завершении эфира, наверное, уже вот хотелось бы спросить, вот как вы вообще оцениваете, ну, раз уже и часть коллектива тоже есть, как вы оцениваете работу коллектива за прошедший 2016 год? Есть ли в этом плане, значит, какие-либо замечания, предложения, и что бы вы, допустим, хотели изменить уже в следующем году, ну, в этом году? Ну, у нас коллектив очень дружный, хороший, конечно, каждый руководитель будет своим коллективом говорить о коллективе только хорошее. Ну, были моменты, которые мы с приходом меня на должность исполняю, что мы сделали некоторые перестануты, не потому что там они плохо работали как-то, да, вот у каждого человека есть свои особенности, то, в чем гораздо. Такие рокировки делали, которые не ушимляя их, и там за работную плату, да, потому что кто больше где подходит, из своих соображений, вот такие перестануты мы делали, тоже дал результат определенный, а так, конечно, нам самая большая проблема бывает, то, что люди возмущаются из-за того, что нет выплат, вот мы больше времени у нас уходят, разъясняя им, оправдываясь перед ними как-то, ну, да, ну, мы их понимаем, и очень часто у меня на прием люди бывают, и в администрацию они ходят, ну, стараемся разъяснить, объяснить, ну, что хорошо, вот старшие поколения, они более терпеливые, они уже жизнь видели, трудности видели, они как-то с пониманием относятся, чем даже молодые, молодые как-то вот чуть-чуть нервные они сейчас, или от того, что безработицы, или какая-то сложная жизненная ситуация, ну, находим понимание, коллектив у нас очень, специалисты хорошие, умеют разъяснять людям, да, вот, с ней консультации, ну, по 30 секунд, наверное, да, вот, скажем, из-за обращения. Ну, я бы хотела немножко упустить этот момент, закончить более приятными новостями, у нас произошли изменения такого рода, что с 1 февраля некоторые выплаты повысились, произошла инвестиция выплат, да, мы на позитивной теме, значит, на позитивной минуте закончим, значит, единовременная пособия при рождении ребенка у нас с 1 февраля составляет 16 350 рублей 33 копейки, повысились выплаты также... Это подарочные? Это подарочные. Повысились также выплаты ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет, на первого ребенка данная выплата с 1 февраля составляет 3065 рублей 69 копеек, на второго в два раза больше 6 131 рубля 37 копеек, то есть, все-таки что-то приятное у нас есть. Да, позитивные вопросы есть. Вот такой был вопрос, пока, как говорится, я его вспомнил, вот по справкам по доходу на 3 месяца, да, вот, которые вы говорили. Что делать, допустим, человеку, если на эти 3 месяца, что зачастую, кстати говоря, бывает, человек попадает на получение отпускных, вот, как быть с этим моментом? Нет, ну, отпускные, они начисляются за определенное количество времени, там, у кого как, у кого за 30 дней, ну, это понятно, ну, допустим, нарвался он на это. Ну, понятно, там, например, за 30 дней, за 40 дней, там берется доход за последние 3 месяца общей суммы, там, получается, за полтора месяца были отпускные, а там общая сумма 3 месяца, значит, полтора месяца это отпускные, оставшиеся полтора месяца это зарплата идет, оно же высчитывается как среднее, там, свой порядок расчета, отпускные, они берутся за 40 дней, вот за 40 дней, значит, это идут отпускные, за остальные дни идут, идет заработная плата. И, значит, отделясь уже к вам, 30 секунд вашим. Ну, я хотела бы обратиться в основном к многодетным семьям, у нас пока мы приостановили 31 января в 17-м году выплаты им, тоже многие не знают, в основном к нам приходят инвалиды, за то, что, или оформление, многодетные пока не приходят, их очень мало пока приходят, может быть, и не знают ещё. Вы имеете в виду, это именно из-за пресса? Да, из-за пресса, из-за недофинансирования, может быть, поэтому, да, я хотела бы обратиться, чтобы они пришли к нам, конечно же, собрали, у нас есть перечень специально для переоформления документов, чтобы обратились к нам, да, чтобы возобновить выплаты им, пока она приостановлена, но мы возобновим, как только соберут полный пакет документов на переоформление, чтобы они пришли. — Ну, думаю, в принципе, мы охватили за этот эфир все. — Сейчас минуту добавлю. — Аделя, забыла сказать, что произошли изменения в том плане, что многодетные раньше получали все коммунальные услуги, да? А сейчас в связи с изменением, которое внесли, только малоимущие многодетные получают. Вот она хотела сказать, что нужно, опять-таки, как на пособие, собрать документы на подтверждающий доход семьи. Исходя из этого, мы уже будем дальше продолжать им платить эти выплаты коммунальные многодетные. Только многодетные. — Сейчас, имеется в виду, с февраля этого года эта выплата будет зависеть от того, малоимущая эта семья многодетная или нет. Вот вопрос в этом. — Спасибо, это тоже важное уточнение. Я благодарю гостей, в первую очередь, за то, что нашли время. Я думаю, эта беседа была полезна для всех, как говорится, одинаково, и в том числе и для зрителей. И всем, кто нас смотрели и в YouTube, и непосредственно на самом телеканале Helios, в социальной сети Instagram, хотелось бы поблагодарить за то, что участвовали, за то, что, как говорится, активно задавали вопросы. Смотрите нас каждый вторник в 19.00. До скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин